Я демонстрирую умение взять внимание и тишину обеспечить. На этом моя миссия закончена. Я хочу вам сказать, что вести нашу сегодняшнюю церемонию будет наш всем нам знакомый, наш близкий человек, очень замечательный, зовут его Игорь Кнеллер. Спасибо. Добрый день, любимые одесситы, дорогие гости нашего города. Прежде чем начать церемонию, я попрошу четырех членов жюри, это все, кто члены жюри, которые присутствуют на сегодняшней церемонии, занять свои места в почетном президиуме. Пожалуйста. А вот теперь, дорогие гости, дорогие хозяева нашего замечательного города, Мы начинаем первую церемонию награждения лауреатов Одесского международного литературного конкурса, или иначе, Одесской литературной премии имени Исаака Эммануиловича Бабеля. И откроем мы церемонию награждения лауреатов музыкой, которая, как нам кажется, соответствует и творчеству, и личности нашего великого земляка, удивительного писателя Исаака Бабеля. Я приглашаю к роялю руководителя Одесского международного музыкального фестиваля «Одесса-классик» народного артиста Украины Алексея Ботвинова. Сергей Прокофьев, «Прилюд». Они отличаются? Рахманинов, «Прилюд». Рахманинов, «Прилюд». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я попрошу Валерия Исаковича зачитать этот адрес. Я испытываю сегодня смешанное чувство радости и ответственности. Радости, потому что это событие посвящено памяти моего отца и ответственности из-за серьезности происходящего. В силу обстоятельств и разделяющего наше пространство я не могу быть сегодня среди вас. И все же мне нетрудно представить себе атмосферу, которая царит в Золотом зале Литературного музея Одессы, любимого и родного города моего отца, города, где прошли его детство и юность, и куда он мечтал вернуться в старости. Неудивительно, что именно здесь, в Одессе, нашлись серьезные и веселые люди, которые в 2011 году открыли памятник моему отцу, а теперь задумали и учредили литературную премию его имени. В серьезности их намерений сомневаться не приходится, а веселость, которую особенно ценил мой отец, наверняка им присуща. Иначе как бы они преодолели те трудности, которые встают на пути любого начинания. Вот почему я особенно рада возможности не только приветствовать всех собравшихся, и не только поздравить лауреатов, но и выразить благодарность всем людям, причастным к этому событию. Если бы мой отец был сегодня среди вас, он, вероятно, рассказал бы о том, как важно ценить и уважать читателя. Как надо повернуть рычаг только один раз.